Сегодня мы проводим вебинар, посвященный новой редакции XenApp Secure Browser Edition. Также вы узнаете о новых возможностях облачной реализации CITX XenApp. И также будет рассказано еще о том, как в других редакциях можно получить похожий функционал для Secure Browser. Вебинар сегодня проводит техническая команда CITX. Я, Сергей Халятин, буду рассказывать, а мои коллеги Леонид и Михаил в конце вебинара проведут демонстрацию решения и ответят на ваши вопросы. Если у вас по ходу презентации возникают вопросы, то мы пользуемся всем достаточно известным инструментом GoToWebinar, где есть вкладочка Couchments. Вы там можете написать свой вопрос. Если у вас есть какие-то комментарии, требующие нашего ответа, не относящиеся к теме вебинара, можете написать в чат Михаилу или Леониду. Я думаю, что можно уже начинать, поскольку уже один раз на один. Итак, сегодня мы расскажем о безопасном доступе к веб и различным SaaS-приложениям. Если мы посмотрим на программу нашего вебинара, то на самом деле мы ее разделили на несколько частей. Мы сначала опишем проблему, собственно говоря, почему это сейчас достаточно актуальная тема, предоставление удаленного доступа, защищенного удаленного доступа именно к веб-приложениям. Расскажем о тех вариантах, которые есть у заказчиков для того, чтобы реализовать данное решение. И, соответственно, расскажем о каждом из этих решений немножко более подробно. В конце мы посмотрим на сценарий использования и самым последней частью нашего вебинара будет как раз демонстрация. Сразу отвечу на вопросы. Запись будет. Как обычно, те, кто сегодня участвует в вебинаре, получат запись и презентацию завтра. Те, кто зарегистрировался, но не смог участвовать, соответственно, получат запись вебинара послезавтра. Итак, собственно говоря, почему возникла опять необходимость обеспечить безопасный удаленный доступ к приложениям, которые доставляются через веб-браузер. Но сейчас, если мы посмотрим на компании различного размера, то мы увидим, что, наверное, уже больше 50% приложений, то есть больше половины, это различные вебовские сервисы. И то, что поставляется извне, то есть по программе Software as a Service, так и те приложения, которые разворачиваются внутри компании. И здесь мы, естественно, можем говорить о том, что у нас возможен доступ как изнутри к внешним сервисам, и, соответственно, так и снаружи, когда мы находимся за пределами периметра компании, доступ к внутренним интернет-ресурсам, интернет-порталам, которые также необходимо обеспечить в защищенном варианте. Если посмотреть на статистику, которую собирает инструмент CITX Inside Services, то есть то, что вам известно как TAS, troubleshooting as a service.citx.com, то этот инструмент показывает интересную статистику, что самым публикуемым приложением в рамках XenApp сейчас является интернет-обозреватель браузера. Либо интернет-эксплорер, либо Chrome, либо Firefox, но суть такова, что это самое популярное для публикации приложение. Ну, если мы, естественно, выбросим всякие тестовые среды, где публикуют ноутпад или калькулятор, для того, чтобы убедиться, что система терминального доступа работает. Зачем вообще виртуализовать браузеры? На самом деле, есть ряд вопросов, ответив на которые, вы понимаете, что эта задача является одной из приоритетных компаний. Наверняка многие из вас сталкивались с ситуацией, когда внутри корпоративное приложение говорит о том, что да, замечательно, мы браузерное приложение, но для того, чтобы с нами работать, нужен интернет-эксплорер версии 9, 10 или, скажем так, еще более старой. И ни на каких других версиях интернет-эксплорера система не работает, либо работает не в полном объеме. Для того, чтобы получить доступ к интернет-ресурсам, многие заказчики используют VPN. VPN подразумевает, что мы должны установить соответствующий клиент на различные свои платформы, построить VPN-туннель до нашей корпоративной инфраструктуры. И, как следствие этого, любое ПО, которое у нас живет на нашем персональном компьютере, оно совершенно точно так же получает доступ к ресурсам дата-центра. Если у вас ведется своя разработка своих веб-приложений, то у разработчиков всегда есть дилемма. Либо привязаться к какой-то версии браузера, к какой-то реализации, ну, фактически это небольшое перефразирование первой задачи. Либо, скажем так, команда разработчиков должна поддерживать множество различных браузеров, естественно, плагинов, которые в эти браузеры устанавливаются. Что, в общем-то, может, скажем так, убивать с точки зрения эффективности и комфортности работы разработчиков весь процесс девелопмента. Когда мы говорим о том, что в рамках различных инициатив мы внедряем Blink Your Own Device, то, естественно, на каждом устройстве есть свой браузер. Они отличаются, браузеры по умолчанию, в зависимости от того, какую платформу вы используете. Это Chrome для Android устройств, это Safari для Mac, для iOS устройств, это Internet Explorer, либо Edge для Windows машин. И, соответственно, теперь наши веб-приложения должны иметь возможность открываться либо любыми браузерами, либо мы должны предоставить нашим пользователям гарантированно рабочую схему, чтобы они всегда могли открыть наше веб-приложение, независимо от того, какой браузер находится на их клиентском устройстве с точки зрения Blink Your Own Device. Ну и, соответственно, если пойти к вариантам первым, когда мы уже обсуждали, когда команда разработчика говорит, отлично, мы наше приложение разрабатываем, тестируем под Internet Explorer, либо под Chrome, либо под Safari. И, пожалуйста, будьте добры, чтобы у вас на вашем клиентском устройстве для нормальной работы стояла строго определенная версия с определенным набором логинов. Я думаю, что да, это вариант рабочий, но при этом, скорее всего, пользователи, если это не IT-компания, а любая другая область деятельности, где пользователи не являются серьезными, сильными специалистами в области IT, ну, а они, скорее всего, будут регулярно открывать огромное количество тикетов в системе технической поддержки в связи с неработоспособностью того или иного веб-приложения, либо, соответственно, будут писать жалобы на IT, на разработчиков о том, что они не могут, не хотят обновлять браузеры на своей платформе, брин-кюрован-девайс, либо корпоративный, что, в общем-то, будет приводить к всеобщему раздражению и, соответственно, к снижению производительности работы сотрудников. Вопрос. Как нам в этом случае обеспечить доставку веб-приложений, не поступаясь вопросами безопасности, обеспечить возможность работы наиболее комфортным и простым способом? Ну, на этот случай у CITX есть ответ использовать терминальные сервисы ZINAP, но в данном случае мы пошли на небольшое упрощение, так как мы уже отметили, что у многих заказчиков больше половины приложений это вебовские, и, скажем так, функционал, который предлагается ZINAP Enterprise, ZINAP Platinum, либо даже ZINAP Advanced, он является избыточным. И поэтому в этом случае была предложена редакция ZINAP Secure Browser Edition, которая наиболее простая, в то же время обеспечивает возможность публикации приложений, именно браузерных, и, соответственно, обеспечивает возможность работы с теми веб-сервисами, внутренними или внешними, которые необходимы компании. Итак, какие варианты для предоставления защищенного браузера у нас имеются? Первый вариант – это, скажем так, модный тренд развернуть все в облаке. Если кто-то из вас пробовал, то на самом деле достаточно очень удобный вариант – citrix.cloud.com. Соответственно, вы можете зайти туда, запросить триал, либо тестовую версию, и посмотреть, как работают облачные продукты Citrix, в том числе Citrix Cloud Secure Browser. С точки зрения внедрения, это мгновенные внедрения, которые не требуются на площадке заказчика, вообще никаких элементов для развертывания. Все размещается на платформе Citrix. За что идет оплата? Оплата идет лицензией на пользователя, плюс потребление соответствующих сервисов. Другой вариант, когда вы хотите развернуть это на площадке, у вас нет никаких вариантов ZINAP, развернутых в компании, соответственно, вы можете купить ZINAP Secure Browser, и это фактически такая редакция начального уровня с точки зрения терминального доступа. Да, это простой вариант внедрения управления ZINAP, разворачиваемый на площадке заказчика, то, что во многих документах именуется on-premise. И, внимание, здесь отличие очень сильное с точки зрения лицензирования. ZINAP Secure Browser лицензируется не по конкурентным пользователям, он лицензируется исключительно на пользователя слэш-устройства. Точно так же, как есть вариант лицензирования для ZIN Desktop. ZINAP обычный, то есть ZINAP Advanced, ZINAP Enterprise, ZINAP Platinum по-прежнему лицензируются в чистом виде исключительно по конкурентным пользователям. ZINAP Secure Browser исключительно по пользователям устройства. Третий вариант, когда у заказчика уже есть та или иная редакция ZINAP, в этом случае можно воспользоваться специальным диплоймент китом, который предоставляется заказчикам бесплатно при условии, что у заказчика есть активная подписка или поддержка. Фактически это обеспечивает тот же самый уровень функциональности, как ZINAP Secure Browser. И здесь, в общем, два варианта. Либо воспользоваться Lifecycle Management, публичный сервис с набором шаблонов, который пошагово позволяет развернуть данную систему on-premise, воспользовавшись шаблонами и инструментами, размещенными в облаке Citrix. Опять-таки, если вы заказчик, действующий ZINAP Zen Desktop, у вас есть активная подписка или поддержка, то этот сервис для вас также бесплатный. Либо вариант для локального развертывания, так называемый Do-it-yourself, сделай сам набор материалов, сделай сам. Это руководство по внедрению. В презентации, собственно говоря, будут доступны ссылки, по которым вы эти документы можете скачать, либо перейти сразу на шаблон Lifecycle Management. Соответственно, вариант на площадке появился, начиная с версии 7.8, ZINAP редакции Secure Browser. И еще раз отдельно остановлюсь о том, что лицензирование здесь – это пользователь устройства, не конкурентные пользователи, как у обычных ZINAP. Если вы рассматриваете на текущий момент, какая версия ZINAP вам нужна, то имейте в виду, что Secure Browser – это только публикация веб и SaaS-приложений, которая в том числе может иметь вариант гибридного облачного развертывания, то есть фактически совместить это с тем или иным облачным сервисом. Если вам нужно публиковать общие серверные десктопы, приложения Windows, то в этом случае вам необходимо обратить свой взор на редакцию Advanced. При более продвинутых редакциях Enterprise и Platinum функционал с точки зрения ZINAP, он идентичен. Это и общие десктопы Linux серверных операционных систем, Linux, это и гибридные облачные реализации, и управление образами машин, в которых установлен терминальный сервер ZINAP с помощью провиженинга. И, соответственно, отличие Enterprise от Platinum заключается в том, что в Platinum добавляются элементы расширенного мониторинга и аналитики, и плюс то, что известно как универсальная лицензия SSL, функциональность, обеспечивающая Smart Access, то есть возможность проверки состояния клиентского рабочего места для того, чтобы, основываясь на этой информации, дальше предоставить пользователю доступ, который может отличаться от одного сценария к другому. Если, опять-таки, будете смотреть презентацию, внизу здесь есть ссылка для того, чтобы получить доступ к полному сравнению различных редакций между собой по функциональности. Как работает теперь браузер? На самом деле рассмотрим вариант. У нас есть пользователь, у нас есть у него ноутбук, он набирает соответствующий сайт, в веб-строке storefront.company.com, идет обращение к внутреннему веб-сайту, и, соответственно, здесь еще у нас сам элемент студия ограничен только доставкой приложений. Соответственно, что у нас происходит? Мы сайт запускаем с Xenapa, где установлен VDA-агент, и дальше через ресивер в обычный, либо HTML5, у нас происходит открытие соответствующего сайта. Если мы посмотрим на архитектуру, которая заворачивается на площадке заказчика, то здесь на самом деле у тех, кто знаком с архитектурой решения Xenapa, такие тоже те же самые картинки, те же самые инсталляции, те же самые элементы. Да, все правильно, это тот же самый Xenapa. То есть у нас и storefront, NetScaler Gateway, брокер, который отвечает за перенаправление запросов к тому или иному ресурсу. Собственно говоря, сам Xenapa с установленным VDA-агентом, и соответствующими браузерами, интернет, Chrome, Firefox, и, соответственно, сиквельная база, в которой хранится информация о ферме, плюс информация о мониторинге, и если используется провиженинг, также может быть эта база использована для хранения информации, необходимой провиженинг-сервисе. И уже, соответственно, с этой инфраструктуры идут запросы к различным веб-серверам внутри компании или, соответственно, вовне. С точки зрения Secure Browser, Secure Diploming Kit – это набор инструментов, которые на самом деле просто помогают заказчику воспользоваться теми же самыми возможностями, которые представляет отдельная редакция Secure Browser Edition на тех редакциях, которые заказчику уже есть. На редакции Advanced, на редакции Enterprise, на редакции Platinum. Соответственно, у нас есть два варианта. Это либо шаблон Lifecycle Management, когда мы обращаемся в облачный сервис и там отвечаем на пошагово, скажем так, отвечаем на вопросы и получаем внутри у себя развернутую инфраструктуру, необходимую для данного функционала. Либо мы скачиваем руководство по внедрению, читаем его внимательно на английском языке, тоже делаем пошаговые, выполняем пошаговые инструкции, но уже выполняем их самостоятельно и получаем аналогичную функциональность. Если кратко свести все в несколько пунктов, то нужно создать пользовательскую группу доставки, User Delivery Group без аутентификации, опубликовать соответствующие браузеры, включить в C++ доступ по HTML5, интегрировать вместе с Storefront, в котором выключена аутентификация, ну и, соответственно, проверить решение от начала до конца, что, в общем-то, никогда не бывает лишним при любом внедрении. С точки зрения Lifecycle Management идем на сайт cloud.citricks.com, выбираем элемент Lifecycle Management, выбираем дальше элемент проектирования и внедрения, Synapse Secure Browser, и, соответственно, прочитав описание, нажимаем кнопку Start Deployment, и дальше начинаем отвечать на соответствующие вопросы. В общем-то, весь процесс разбит на несколько элементов, по-моему, их тут пять. Это, собственно говоря, профилирование, определение ресурсов, масштабирование, размер, конфигурация и, соответственно, итоговая страница, где фактически вы уже получите настроенную систему. Во время выполнения вот этих шагов Lifecycle Manager будет также осуществлять мониторинг того, что происходит, то, что, скажем так, Lifecycle Management устанавливает в ходе операции. И если будут какие-то проблемы у вас возникать, Lifecycle Manager будет вам о соответствующих проблемах, либо о ходе выполнения тех или иных операций сообщать на вкладке Manager. То есть мы видим, что уже часть шагов завершена. Соответственно, мы можем выбрать тот или иной шаг, просмотреть описание, что было установлено, какими командами, и, соответственно, убедиться, что тот или иной элемент у нас установлен успешно. Ну, в данном случае успешно. Если возникнет какая-то проблема, вы получите соответствующее описание, что за проблема и с чем она может быть связана. Ну, фактически, что нового запасного тема появилось, это новый шаблон, включающий NetSkiller Gateway, и в Lifecycle Manager можно поставить на паузу и продолжить, ну, точно так же, как, условно говоря, с DVD-плеером либо с видеомогнитофоном. Когда вам нужно прерваться на какой-то момент, вы можете диплоймент свой, разворачивание инфраструктуры с помощью Lifecycle Management поставить на паузу, соответственно, заняться другими делами и через какое-то время, вернувшись к своей инфраструктуре, нажать кнопку Resume, продолжить, и дальше система продолжит разворачивание необходимых элементов. Также появился отдельный документ, посвященный именно обеспечению безопасности браузера с точки зрения политик Зинап. Это, в общем-то, хорошо и для обычных внедрений, когда вы пытаетесь защитить браузер, развернутый на Зинап Адвансит, на Зинап Энтерпрайс, на Зинапе Платинум. Вы можете скачать этот документ по этой ссылке и, соответственно, использовать его безотносительно к Secure Browser Edition. С точки зрения облачной службы Citrix Cloud Secure Browser, на самом деле для тех заказчиков, у которых либо нет ресурсов, либо очень сложно предсказать, какое количество пользователей будут пользоваться данный сервис сегодня, завтра, через неделю, через месяц, ну, очень простой вариант это развернуть в облаке и уже оплачивать как опексы, как расходы, так переменные, и в зависимости от использования вы будете платить только за фактическое использование соответствующих сервисов Citrix. Как это работает? Ну, собственно, у нас есть пользователь со своим ноутбуком, у нас может стоять сервер веб-приложения внутри компании, мы обращаемся, соответственно, с локально установленного браузера и видим, что наше веб-приложение либо не работает, либо работает не полностью. Соответственно, если мы задействуем Cloud Secure Browser, то есть где-то в облаке облачная служба в Citrix Secure Browser, соответственно, мы регистрируем наше веб-приложение в этой службе, фактически вводим имя этого приложения, вводим URL и выбираем, каким браузером необходимо открывать соответствующий веб-аппликейшн. Дальше мы запускаем наше веб-приложение и, соответственно, пользователь на своем локальном устройстве, на своем локальном браузере тот браузер, который у него есть, например, Chrome, запускает соответствующий, кликает по соответствующему URL и дальше происходит следующая картинка. У нас в сервер веб-приложение на самом деле открывается внутри облачной службы Secure Browser и дальше уже с помощью ресивера отображается на клиентском устройстве в том интернет-обозревателе, в том браузере, который использует локальный пользователь на своем локальном устройстве. Соответственно, если нам для работы с различными приложениями нужны различные браузеры, их вообще не обязательно устанавливать на клиентское устройство и пользователь не должен гадать, какой браузер для какого из веб-приложений, веб-сервисов ему необходимо использовать в том или ином случае. Соответственно, точно так же внутренние сайты или внешние сайты открываются аналогично. В первом случае был, например, внешний, во втором случае мы использовали доступ к внутреннему сайту My Internal Web Site. С точки зрения облачной архитектуры есть ресивер, который по 443-му порту общается с облачным сервисом Secure Browser. Там в облаке размещены, собственно говоря, VD-агент, Storefront, инфраструктура брокера. На площадке заказчика может, соответственно, разворачиваться, если нужен доступ к внутренним приложениям, коннектор к облаку Citrix, NetScaler Gateway, а к внешнему приложению мы, собственно говоря, получаем доступ без использования NetScaler Gateway и Cloud Connector. Соответственно, если мы разворачиваем внешний доступ с внешним приложением, то администратор заказчика на сайте browser.cloud.com через пользовательский интерфейс производит настройку, соответственно, пользователь делает запуск, соответственно, пользовательский интерфейс брокера показывает ему через HTML5, дальше обращение к облачному Storefront, и, соответственно, получаем доступ к внешнему веб-приложению. Если у нас используется внутреннее приложение, то здесь появляется уже необходимый компонент, видим в правом нижнем углу площадку заказчика, ставим Citrix Cloud Connector, устанавливаем NetScaler Gateway для обеспечения защищенного удаленного доступа, и, соответственно, вебовское приложение живет у нас уже внутри компании. Соответственно, интеграция коннектора с Active Directory позволяет нам обеспечить аутентификацию именно дляменными учетными записями. С точки зрения администрирования структура очень простая, то есть в облачном сервисе у нас фактически три шага для публикации приложения. Как только заказчик входит, у него открывается соответствующий мастер, и он, собственно говоря, сопровождает его в ходе публикации. Выбираем тип приложения, внешнее, внутреннее, требуется аутентификация, не требуется аутентификация, вводим название приложения, URL, выбираем какой браузер, и, соответственно, для облачных сервисов мы должны указать предпочтительный регион, в каком регионе мы находимся, либо находится наш сервис, для того, чтобы открылся соответствующее веб-приложение, наиболее близко с точки зрения расположения ресурсов. Дальше, соответственно, мы получили на данном экране соответствующее опубликованное приложение, мы для проверки запуска, мы нажимаем кнопочку Launch Web App, соответственно, для того, чтобы дать пользователям правильную ссылку, есть строка меню, Copy URL to Playboard, вы скопируете правильную URL, которая позволит пользователям открывать данное веб-приложение с их устройств, соответственно, правильным браузером, которое размещено в облаке. Соответственно, вот эти приложения Citrix Secure Browser Services можно добавить в общее рабочее пространство, где, например, живут обычные Windows-приложения, Linux-десктопы, Windows-десктопы, клиентские или серверные, и, соответственно, эти сервисы будут представлены также на общем рабочем пространстве, здесь мы видим два веб-приложения, одно из которых более известное это Salesforce. Соответственно, пользователи в облаке должны подписаться на использование того или иного сервиса, и, соответственно, они получают доступ к соответствующему URL. Что еще можно сделать? Можно на экран выводить так называемые водяные знаки, где на заднем фоне, например, будет та или иная надпись, которую вы хотите сопроводить в соответствующий доступ к тому или иному веб-ресурсу. Например, тренинг он конфиденциальный, соответственно, при снятии скриншота на рабочем месте всегда вот эта вот информация о сведенных знаках будет попадать в снимок экрана. Либо, если мы хотим ограничить доступ к каким-то внешним сервисам, то мы можем сделать белый список сайтов, то есть список сайтов, который разрешен при доступе с тех или иных опубликованных веб-приложений. То есть мы вошли в этот браузер и после этого, набрав в строке, например, чтобы мы не получили доступ к ресурсам, которые по политике запрещены в компании. Соответственно, в этом случае гораздо проще просто указать разрешенный список веб-сайтов, которые можно использовать с помощью браузера, доступного нам с облака через Secure Browser. администратор может проверять использование данного сервиса. В этом случае мы видим количество часов, сколько в 12 сессиях было использовано часов работы Secure Browser Services. Соответственно, это пойдет с точки зрения подписки, оплата как раз за использование, не только по пользователям, но и за использование соответствующих ресурсов. Сам доступ с точки зрения пользователя достаточно простой. Либо набираем URL, либо нажимаем на ту ссылку, ту гиперссылку, которую прислал администратор, и веб-приложение открывается в браузере, что, в общем-то, и показано на соответствующих скриншотах. Либо у нас есть какая-то портальная часть, либо пользователь сохраняет эти ссылки локально, мы выбираем соответствующий сервис, и дальше ресивер HTML5 откроет веб-приложение в том браузере, которое мы настроили либо в on-premise, либо в облаке, и, соответственно, обеспечит комфортность и безопасность работы для наших пользователей. В данном случае мы видим, что у нас здесь задействованы и Safari, и, соответственно, Google Chrome, а маленький значок сверху показывает о том, что у нас это доставлено с помощью ресивера HTML5. Ну, вот я у коллег спрошу, Миш, вы будете показывать on-premise установку, да? Ну, Михаил покажет и варианты различия, скажем так, между on-premise вариантами и между облачными сервисами. Ну, естественно, нужно понимать, что если в компании нет администратора квалифицированного, либо компания, скажем так, не имеет каких-то аппаратных ресурсов, то в этом случае, конечно, проще будет воспользоваться облачным сервисом. Соответственно, можно уже рассылать определенные вот эти вот гиперссылки и в этом случае единственное, что останется пользователю сделать для получения доступа к соответствующему веб-приложению, это фактически нажать на эту ссылку и, соответственно, откроется необходимый веб-сайт. При этом откроется он с любых устройств, которые у пользователя могут быть на руках. Ну, здесь на картинке видим это и макбуки, и серфисы виндосовские, и различные планшеты, и обычные персональные компьютеры, и персональные компьютеры под управлением МАК. То есть, в этом случае никаких ограничений мы не имеем, традиционная схема, так же, как и публикация приложений, практически не требует здесь никакой настройки, никакой работы со стороны конечного пользователя. Естественно, у локальной установки облака есть отличия, вот сейчас мы о них немножко поговорим. Соответственно, на площадке заказчика и сравнивая облачный сервис, в облачном сервисе представлен только интернет-эксплорер один из. Соответственно, если вам нужно что-то другое, 8, 9, 10, начнем с того, что часть из этих браузеров уже вообще-то не поддерживается компанией Microsoft, но понятно, что для некоторых сценариев необходимо использование соответствующих сервисов. Но в этом случае вам необходимо развернуть Xenapse Secure браузер у себя на площадке и заниматься обслуживанием и предоставлением этого браузера пользователям самостоятельно. С точки зрения Firefox и других браузеров Windows это тоже только на площадке заказчика. Сервис Citex Secure браузер не предоставляет никаких других браузеров, кроме интернет-эксплорера и хрома. С точки зрения коротких URL это функциональность именно Secure браузера. На площадке пользователи получают доступ обычно через Storefront, где все представлено в виде соответствующих иконок. Плагины Flash и Silverlight они в Secure браузере имеются. На площадке заказчика вы должны их установить самостоятельно. То же самое с заказными плагинами. Это возможность, которая присутствует в Zinab Secure браузер, но в облачном сервисе уже никто никаких дополнительных специальных плагинов, кроме как Flash и Silverlight в инфраструктуру устанавливать не будет. Если говорить про шаблонное внедрение с использованием Lifecycle Management, это используя облачный сервис, мы разворачиваем эти элементы у себя здесь локально на своей площадке. Естественно, эта ситуация абсолютно неприменима к облачному сервису Citex Secure Браузер. Почему? Потому что доступа к серверам там у вас нет. То есть даже если у вас есть администратор, который готов что-то настроить, там, в общем-то, как мы посмотрели, настраивать особо ничего. Вы фактически указываете адрес приложения, каким браузером открыть и получаете готовую ссылку для того, чтобы разослать ее пользователям. Доступ к внутренним приложениям доступен. Водяные знаки и белый список доступны на Citex Secure Браузер, то есть на облачном сервисе и недоступны на площадке при развертывании Xenab Secure Браузера на площадке заказчика. Сценарий использования. На самом деле вариантов несколько. Вариант первый это доступ к различным корпоративным ресурсам, используя различные браузеры, установленные на локальных рабочих местах клиентов. При этом доступ к внутренним приложениям осуществляется с помощью интернет-эксплорера. Вариант другой, когда для доступа к различным приложениям требуются те или иные плагины. И в этом случае вместо того, чтобы заниматься проверкой установки соответствующих плагинов на различных устройствах заказчика, на различных устройствах конечных пользователей, на различных платформах, на iOS, на Android, на Mac, на Windows, гораздо проще опубликовать браузеры с необходимыми, установленными, гарантированно рабочими версиями соответствующих плагинов на сервере Synapse кирбраузер. И, соответственно, здесь локально иметь все, что, скажем так, необходимо для корректной работы соответствующих веб-приложений. После этого пользователь уже не должен, не обязан проводить установку каких-то плагинов у себя на клиентском рабочем месте. И, соответственно, это и не требуется. Также доступ с любого современного браузера к приложениям, которые требуют конкретную версию интернет-эксплорера. Ну, в общем-то, тоже достаточно часто распространенный сценарий. Несмотря на то, что вроде бы все браузеры используют HTML для работы с веб-приложениями, но как у Оруэла все звери равны, но некоторые ровнее других. Соответственно, почему-то получается ситуация, когда приложение, открываемое одним браузером, не работает совершенно в другом браузере, хотя, в общем-то, декларируется совместимость с точки зрения используемых веб-технологий. Поэтому в корпорациях очень часто можно встретить системы, которые требуют старых версий интернет-эксплорера для нормальной, беспроблемной работы с соответствующим веб-приложением. Понятно, что на новый Windows либо на новый Mac, особенно на Mac либо на планшеты, поставить интернет-эксплорер будет несколько проблематично, особенно если речь вести о старых версиях. Есть уже истории успешного внедрения. К сожалению, назвать заказчика я пока не могу. Это не очень большая автогруппа, которая занимается продажей машин и, соответственно, сервисом в Соединенных Штатах. У них уже был опыт использования Citrix. Они развернули на своих нужд 20 лицензий Zendestop Enterprise. Их пригласили на Synergy, где они, соответственно, увидели функциональность обеспечимую Citrix Secure Браузер, заинтересовались облачной реализацией данного решения и, собственно говоря, для чего они используют. У них есть два веб-приложения для Toyota и General Motors, которые критичны для их бизнеса. У них эти приложения очень чувствительны к тому, каким браузерам эти приложения необходимо открывать, и плюс те или иные плагины, которые должны находиться в этом браузере, чтобы приложение работало без проблем. Плюс есть одно внутреннее веб-приложение, которому было необходимо обеспечить упрощенный защищенный доступ. По результатам внедрения заказчик написал историю успеха, через какое-то время она будет официально опубликована, но 100 пользователей используют облачное решение и беспроблемно получают доступ к веб-приложениям, необходимым им для каждодневной работы, сторонним приложениям, которые им предоставляются Toyota и General Motors. Ну, а сейчас я с удовольствием переключу на своих коллег. Миша, Лень, кто из вас сейчас будет первым показывать? Хорошо, тогда переключаемся на Леонида Майзенберга и он, соответственно, покажет он премьер установку. Да, Лень? Все, я тебя переключу. коллеги, меня видно? Такая картинка слышно и видно. Добрый день еще раз. Я хотел бы немножко остановиться на проблемах, которые надо решить при запуске он-премис решения. Вот, они в первую очередь связаны с определенными апгрейдами, которые происходят в браузерах. и, соответственно, несколько слайдов как раз посвящены этой теме. Здесь вы видите, что зачеркнут протокол SSL оставлен только ТЛС, то есть это общая рекомендация как бы убирать, выключать SSL до всех вариантов подключения. Вот, ну, такая уже, наверное, всем известная картинка. И вот здесь нас как раз интересует подключение, когда мы работаем во внутренней сетке. У нас, например, нет нет скейлера, мы будем подключаться напрямую и после того, как мы пришли из ресивера HTML5 на Storefront, мы должны подключиться на VDA. Ресурс на Xenapos сервер и по умолчанию, и вообще так положено, подключение будет происходить в зашифрованном состоянии, соответственно, мы должны это настроить. В общем случае, если мы просто сделаем то, что описывает документация, мы получим вот такую ошибку, практически без разницы из какого браузера мы пойдем. Есть обходные маневры, которые как бы временно разрешают, чтобы он не обращал внимания, что разрешены только WebConnect подключения зашифрованные, но правильно надо воспользоваться документацией и включить SSL-TLS для VDA ресурса, соответственно, в этом случае HTML ресивер будет подключаться нормально. Ну и вы видите, что первый, один из рекомендуемых вариантов, это просто поставить Netscaler и тогда как бы этой проблемы не возникает. Ну, в принципе, наверное, кто-то уже это раньше видел. Соответственно, внизу синеньким это выделены две ссылки на известные две статьи, то есть первая такая более описательная, вторая это как раз практическая, которая описывает. Вот эта статья, то есть там описано, как обязательно генерится правильно запрос сертификата. Вот, есть некоторые особенности, что здесь почему-то в статье попали HTML-разметки, то есть все надписи Strong, то есть их как бы не надо использовать, потому что они не позволят после этого запустить. И в самой документации, если у вас будет такая необходимость, есть дополнительные опции, которые выполняет команда разрешения SSL для VDA, то есть мы можем менять порт. Вот здесь как раз SSL-минимальная версия, мы можем указать, что, например, по умолчанию там не TLS 1.0, а TLS 1.2, чтобы полностью соответствовать всем современным требованиям по безопасности. Ну, да, для внутренней сетки кто-то может разрешить SSL 3.0, потому что по умолчанию будет только TLS 1.0. Ну, это зависит от вашего центра сертификации, насколько он подготовлен. Соответственно, есть примеры вот этих команд, вы видите, которые также приведены в документации. Но мы сейчас посмотрим живьем. То есть, фактически, мы должны сделать первый шаг, вот, создать этот запрос на сертификат. В нашем демо, ну, я для упрощения использовал создание, как бы, сертификата со звездочкой, вот, чтобы не создавать, так как описано в документации, можно сделать в политике, чтобы он при создании каждой новой машины делал ей индивидуальный сертификат. Так, в принципе, правильно, вот, ну, для упрощения, где мы воспользуемся общим сертификатом. И вот внизу справа вы видите, это выполнение команд по созданию запроса, образуется файлик, такой, цифровой, как бы, кашей запроса, вы ее отдаете администратору, или если у вас там для демо-зоны есть доступ на сервис центра авторизации, центр сертификации, вы просто его сами загружаете, он вам генерирует сертификат. После этого вы, как бы, его инсталируете на данную машину. Особенность в том, что если вы попытаетесь, ну, или сделаете что-то неправильно, да, при выполнении команды enable.vd.ssl в PowerShell вы получите, как бы, сообщение, что он не нашел сертификат с private-ключом, соответственно, выполнить команду это не может. То есть, в принципе, да, можно более простым способом быстренько создать сертификат через GUI, но если вы забыли private-key, то, соответственно, у вас будет ошибка. Ну, и вот здесь как раз я ради интереса показал, что Strong добавлять не надо. Это не относится к выполнению. Если мы сделали правильный запрос сертификата, то он поместит его после выполнения команды Accept в папку Personal Certificate. И вот вы видите, там есть ключик. Наверху слева сертификат, что говорит о том, что private-ключ тоже есть в этом сертификате. Когда мы получили правильный сертификат, команда enable.vd.ssl enable проходит, он у нас переспрашивает, что мы будем давать доступ терминальному сервису на работу с этим сертификатом. И дальше как бы все разрешилось. В принципе, в документации описан способ полностью ручного выполнения, когда вы там заходите на сертификаты, разрешаете права доступа. Ну, наверное, это не настолько удобно все-таки, как сделать просто один раз командой. И не забываем, что одним из главных шагов, надо разрешить SetBrokerAccessPolicyRule, разрешить, чтобы он использовал SSL. Вот вы видите, красным выделено, что появилось значение true после выполнения этой команды. Если вы это забудете, то, соответственно, система не подключится. Все. И сейчас тогда смотрим то, что у меня подключилось. Сейчас я закрою лишнее. Значит, вот таким образом выглядит подключившийся HTML5-ресивер. То есть вы видите слева, что здесь HTTPS. Все честно. Вот. И здесь опубликовано в данном случае центральное приложение это Chrome, которое подхватывает ссылку на Office 365. Вот. Слева это Internet Explorer и справа это еще одно WebSaaS-приложение это Salesforce. Сейчас. Сейчас мы запустим и потом вернемся уже к настройкам, которые сделаются внутри. Соответственно, идет запуск. Единственное, к сожалению, у меня нет учетной записи на Office. 365. Вот. Если у кого-то есть такая возможность, значит, сможете запуститься. Здесь используется уже последняя версия ресивера. Можно посмотреть HTML2.2. Соответственно, вы можете скачать и установить на Storefront. Ну и если кто-то захочет пробовать, он может пробовать пробовать также это из мобильных браузеров. То есть, это точно так же будет работать. И вот запуск Salesforce. Соответственно, мы попадаем уже веб на подключение на совсем другой сайт. В момент работы мы можем сделать полноэкранное. вот, ну, там не все политики прописаны, да, он тут переспрашивает, соответственно, по настройкам. Вот, ну, копирование, клипборд для копирования туда-сюда, то есть, это привычный всем HTML5 ресивер. Вот, ну, в общем, вот таким образом как будет выглядеть живьем. Сейчас мы посмотрим настройки и Михаил покажет уже, возможно, немножко даже более интересное с точки зрения именно в браузе. Значит, здесь вы видите вот эти опубликованные три приложения, то есть, у нас есть базовый каталог с кзинаповской машинкой, вот эта машинка слева, CTX 16 кзинап 01. вот здесь вот она видна. Соответственно, мы, создавая delivery группу по документации, разрешили туда анонимный доступ, после чего мы создаем приложение. Соответственно, если мы хотим, например, публиковать Office 365, то есть, мы подтаскиваем Internet Explorer и вот здесь уже в разделе Location в режиме киоск, значит, эта строчка отличается для Internet Explorer и для Chrome, соответственно, мы уже говорим, на какую в реальности линк он, соответственно, будет перебрасывать нас при запуске данного ярлыка. То есть, здесь как раз видно, что вот для Chrome ссылка совсем другая, ну, в смысле, ключи другие, да, ссылка в логин Microsoft такая же. Вот, ну, и Salesforce я немножко дополню, нет звука, нет, Миша, я тебя слышу, в принципе, вот эти вот common line аргументы, естественно, мы можем по желанию набирать те, которые нам нужны, да, здесь как бы идет базовое, соответственно, не ставили своей целью как бы там все показать, вот, ну, и как раз вот вот видна сессия подключена, вот анонимный клиент, то есть, клиент имя, HTML 2480 711, клиентский адрес 4.0, то есть, это анонимное подключение, на котором как бы не видно практически кто подключился. да, потому что сайт storefront for web, да, receiver for web for HTML5 настроен на анонимную нитификацию, то есть, можно, конечно, настроить с анонимной дополнительной пользователя, но поскольку большинство веб-ресурсов имеют свою встроенную как бы анонимную анонимную ну, логичнее чаще всего делать анонимную 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 на самом storefront и уже как раз дальше, непосредственно открывая окно приложения, внутри HTML5 клиента, у пользователей все равно будут запрашиваться онтификационные данные. Ну и последняя часть, это соответственно Storefront, или у вас это выделенный Storefront, на котором будет только анонимное подключение, или в данном случае у нас несколько отдельных Сторов. Это Store Security Brows специально, и нас интересует закладка Manage Receiver for Website. В которой мы указываем, что у нас остается классический Experience. Вот здесь вы видите, по цвету я немножко там раскрасил, то есть это базовые какие-то виды изменения, интерфейс, который будет видеть пользователь. И вот здесь Deployed Citrix Receiver, мы пишем всегда используют ресивер для HTML5. И вот если сейчас добавить эту галочку, то мы увидим изменение поведения ресивера. фактически настроек здесь не так много, для того, чтобы анонимный доступ запустить. Сейчас он подтвердится и покидаем эту страничку и говорим обновиться. Например, там запуск Office 365. Пардон. Не туда попал. То есть вы видите, что открытие идет в той же закладке, в которой и были непосредственно уже видны сами значки для запуска приложений. Сейчас он откроет. Все, он меня простил, что я не так выглянился. Вот, то есть если мы хотим вернуться обратно, мы делаем логов. Видим внешний признак, на чем построен Microsoft Office 365 и возвращаемся в нашу панель. Коллеги, у меня все. Я тогда Михаилу передаю палочку эстафетную. Я вот это запускаю. Секунду. О. Собственно, коллеги, Леонид показал вариант он-премиса. Я сейчас покажу, как это выглядит в клауде. Заодно покажу, где, собственно, вы можете сами попробовать поиграться с продуктами Citrus в облаке. 30-дневный триал. То есть, собственно, это здесь он уже перебросил на правильную ссылку. Ссылку. Сайт citrxcloud.com Он, соответственно, перебросил на аккаунт с клаудком. То есть, если вы хотите попробовать, то вот кнопка Sign up and try free. Да, дается, в принципе, на продукты 30-дневный триал. Ну, или вот здесь вот. Соответственно, у меня учетка там есть уже. Чем-то. Конечно. 15 пробелов. Так. Подключаемся, подключаемся. Небольшое отличие сейчас будет видно, но если внимательно смотрели на запуск леонных приложений, там в строке адреса браузера, да, там была длинная полоса, в, собственно, в клауде настроено все немножко покрасивее, потому что здесь все-таки используется уже подключение через NetScaler, и используется там переделка небольшая URL. Собственно, ну так, прежде чем запускать, собственно, заклавку Secure Browser, да, вот вы видите доступные сервисы в нашем облаке, соответственно, любой из них вы можете запросить на реал и попробовать поиграться с ним. Ну, нас сейчас интересует Secure Browser, соответственно, открываем вкладочку Manage. Я вчера предварительно добавил тут несколько ресурсов, да, то есть это лента, Яндекс и наш сайт. Как Сергей показывал у себя презентация, здесь у нас есть может так, требуем Слушайте, тут что-то интересное произошло. Так, LaunchUp. Ну, собственно, детали. А сейчас? Нет, видно. Так, в настройках самого приложения, да, мы можем указать имя приложения, собственно, сайт, браузер, как говорил Сергей, 11 Explorer, вариант 32-64 бита либо Chrome, вот, ну, регион тут не так много тоже, да. Так, Vendit Back. и если мы его запускаем, то запускается он по вот такой красивой ссылочке, но здесь это отрабатывает политика на Netscaler, потому что у Леонида, если обратить внимание, здесь такая длинная строка подключения, у нас же в отдельной вкладочке сейчас опустится, вот, все, мы запустились, соответственно, видим сайт, а второй сайт аналогичный, ну, собственно, мы можем несколько сайтов одновременно открывать, но нет, отображается в красивом ссылочке, да, а это все настраивается на самом Netscaler. Ну, второй сайт это наш внутренний Netscaler, из которого мы входим к нашим внутренним ресурсам. Так, вчера работало быстрее, ну, вот, собственно, появилось, дальше, соответственно, можно уже входить, подключаться к тем ресурсам, которые интересуют. Так, давайте посмотрим, какие здесь еще есть настройки, в принципе, в облаке. Так, ну, вот, собственно, мы можем закрыть CopyPast, закрыть возможность печати, здесь что-то слетело как-то не масштабирование, а размещение компонентов, с утра проверяли, все было нормально, здесь вот это именно watermark, который мы можем настроить, да, можем попробовать, по-моему, это white list, это то, что доступно именно в облаке, так, edit publish, так, ты был clipboard, 20, 20 только, так, что-то куда-то пропало закладочка пропал код закладочка watermark но она здесь есть ну собственно вот как выглядит в облаке соответственно здесь мы можем ну это отчет уже по использованию просто облачных инфраструктур при необходимости можно если мы будем добавлять наше приложение то есть здесь можно добавлять внутренние приложения ну действительно почему-то слетело форматирование полностью с чем не знаю вот добавлять можно внешние приложения внутренние сайты через отдельный коннектор то есть вот коннектор link соответственно это коннектор размещается в вашей инфраструктуре и через него вы можете подключать ваши внутренние ресурсы к доступу через тот же самый облачный сервис вот ну собственно сайты работают при необходимости мы можем перещелкиваться между приложениями да то есть вот собственно лента вот он в разных табах открывает их сейчас посмотрим что здесь у нас еще есть соответственно здесь у меня только добавлен один ресурс да отряд как говорил 30-дневный на любой из данных сервисов коллеги в принципе наверное с клаудом тоже все заходите подключайтесь и тестируйте любые из наших продуктов давайте посмотрим что там по вопросам нет это тебе так все коллеги ну вот был один вопрос Cytex Lifecycle Manager доступен только для браузера редакции нет собственно он доступен для всех наших продуктов заходите опять таки вот на Cytex Cloud да то есть если вот посмотреть тататататататататам сейчас мы его найдем view identity workspace secure browser так где то он здесь был действительно вчера вот только что здесь лазили смотрели он здесь был Lifecycle Manager в в в я где смотреть если ну имеется в виду где долло сделать версии был то что был какая модель продажи лучших сервисов для партнеров если вечно все остальное по времени по подключению Вопрос еще, какая модель продаж облачных сервисов для партнеров? То есть если они не имеют статуса CSP, то покупают количество подключений по времени. Дмитрий нашел уже, где download делать. Как Михаил говорил справедливо, в принципе дистрибутив ровно тот же самый, условно говоря, XenApp 7.11, 7.12, то есть зависит в данном случае от настроек и от лицензии. То есть если вы купите эту лицензию, которая недорогая, вы просто не сможете запускать ничего в рамках XenDoStop, кроме XenApp в этом режиме, или при этом дистрибутив будет общий, то есть не надо ничем заморачиваться. Собственно, Secure Browser доступен, начиная с версии 7.8. Появился, да. Коллеги, есть предложение тогда завершаться, если будут какие-то еще вопросы многоязычных сайтов в облаке. Николай, мы ответим позже, то есть идея как бы понятна, многоязычный сайт. На следующей неделе будет последний вебинар по XenDoStop 7.12, поэтому не пропустите. Но если мы сейчас на что-то не успеем ответить на вопросы, мы обязательно просто уже в переписке соответственно ответим. Такие вопросы мы запишем. Так, еще вопрос. При использовании HTML5 клиента есть ли ограничения по применению политик XenApp? Есть небольшие ограничения, потому что HTML5 ресивер не полностью поддерживает все функции, которые поддерживают тот же самый ресивер Windows или для Mac или для Linux. Но на самом деле надо просто матрицу смотреть и уже от этого плясать. Но с учетом того, как он развивается, какими темпами, то вполне возможно, что в ближайшее время он уже догонит по функционалу практически полностью ресивер для Windows и для Linux и Mac. Все, наверное, коллеги, на этом все. Коль, мы тебе ответим отдельно, спишемся. Все, всем спасибо, всем всего хорошего.